В этом году состояние Опра увеличилось на 427 миллионов долларов, что как раз и помогло и попасть в список 500 самых богатых людей мира. И хотя телеведущая оказалась в конце рейтинга, это событие все равно стало очень важным. Опра первая темнокожая женщина-предприниматель, которая оказалась в этом списке. Ее состояние оценивается более чем в 4 миллиарда долларов. Помимо работы на телевидении, Опра также владеет акциями компании Weight Watchers International, стоимость которой за последний год увеличилась вдвое. Теперь к новостям о другой американке. Меган Маркл впервые посетила скачки Royal Ascot, любимое ежегодное мероприятие королевской семьи. На скачках действует строгий дресс-код. Дамам нельзя обнажать плечи и спину, длина юбки должна быть ниже колен, головной убор обязателен. Многие отметили, что Маркл, в отличие от всех остальных гостей, отказалась надевать значок со своим именем. На защиту бывшей соотечественницы встал американский Harper's Bazaar. В их статье говорится, что герцогиня Сасакская протокол не нарушала, так как мероприятие не носит официальный или дипломатический характер. Впрочем, проигнорировать правила королевского этикета Маркл уже успела. На ежегодном параде, который проходит в честь празднования дня рождения королевы, Меган появилась в платье с открытыми плечами. Но и тут модные критики заявили, что этот выход обязательно войдет в историю. Во время своего дебюта в Аскоте Меган успела не только продемонстрировать свой наряд, но и вместе с принцем Гарри вручить кубок победителю одного из трех заездов дня – Жакею Фрэнки Деттери. Студия Warner Brothers запретила проводить фестивали Гарри Поттера. Студии принадлежат права на франшизу о волшебнике. Поэтому, как говорится в их заявлении, студия обеспокоена тем, что собрание фанатов Гарри Поттера становится площадкой для незаконной торговой деятельности. Теперь в подобных мероприятиях не могут содержаться имена и термины из франшизы о Гарри Поттере без официального разрешения студии. Так, например, в Филадельфию уже было направлено требование отменить фестиваль по квиддичу, который собирает десятки тысяч фанатов. Организаторам пришлось поменять программу и название. Теперь это просто фестиваль волшебников. Ева Лангория впервые стала мамой. 43-летняя актриса родила сына в одной из больниц Лос-Анджелеса. Скрываться от прессы Ева и ее муж Хосе Антони Бастон не стали и сразу же подтвердили новость журналистам, а также рассказали, что мальчика назвали Сантьяго Энерики.